Время 8 вечера, закрыла за учениками дверь, побежала на кухню, быстренько перекусила творог со сметаной. Кстати, вы знали, что оказывается творог не усваивается без сметаны? Для меня это такой новый был факт? Ну ладно, сейчас речь не об этом. Вот, потом сижу такая и думаю, что-то вот не сидится, что-то не сидится. Время до сна есть, только 8 вечера, детское время, а у нас впереди праздники, а дом надо готовить к праздникам. И, понимаете, и тот червяк, который внутри тебя сидит, он тебе же не дает расслабиться, он тебя поднимает и говорит, тебе нужно сделать это, тебе нужно сделать это. Я пошла делать. Пошла работать, пошла я, пошла. Ну, немного, время до ночи есть, сколько, вот столько, и буду сейчас с пользой использовать. Не знаю, насколько бредовая идея в такое время суток начинать уборку, ну, по крайней мере, если есть желание, то почему бы это не сделать. Вот, но для начала хочу снять тюль и шторы, запущу стираться, вот, и еще я так подумала, ну, так как у меня все-таки сам узел, вот, небольшой, комната небольшая, то почему бы мне и здесь что-то не сделать тоже. Вот, думаю, приберусь в шкафах, возможно, даже отодвину стиральную машинку, за ней протру, ее протру, там, заднюю стенку особенно. Если хватит сил, значит, еще и с кабинкой разберусь, ну, а если у меня совсем хватит сил, значит, и потолок, и стены тоже будут моими. Вот я сейчас, наверное, и приступлю к работе. Да, ну, начну, конечно, с чего? Начну со штор. Продолжение следует... Продолжение следует... Стирать буду отдельно, конечно, их, а стираю только на режиме полоскания с добавлением кондиционера, все, больше никак. Так, ну, а что с ними? Жирных пятен нету, вообще грязи нету никакой, ну, понятно, что только пыль. Это я всегда вкладываю салфеткой, после того, как заканчивается стирка, я протираю, а потом вкладываю салфетку, она впитывает дополнительно, ну, как, влагу и все. Все, загружаю, стирку первую. Любимый кондиционер. Главное, не жалеем. Сейчас я хочу снять мастифную сетку, промою ее в ванной, в дышевой кабинке, как следует промою. Это окно изнутри, правда, хорошо, оно у меня не грязное совершенно, неделю-две назад я вообще занималась мытьем этих окон, поэтому что с наружной стороны, что с внешней, они у меня чистые. Я просто только так вот, чтобы я была спокойна, что я протерла окно. И так как у меня стекла матовые, то мне не нужен никакой стеклоочиститель, никакое средство, которое не оставляет разводов. Вот что касается стекол оконных, да, то мне в этом деле повезло. Я просто протираю тряпочкой, смоченной теплой водой, и все. Вот, а потом уже, когда я буду вешать, перед тем, как повесить занавески, я не знаю, когда я буду вешать, сегодня или завтра, вот не знаю. Я сейчас посмотрю, я постираю, посмотрю, значит, как у меня со временем дела будут обстоят, но что бы там ни было, когда я москитную сетку уже буду возвращать, чистую на место, я ее опять протру тряпочкой, смоченной кондиционером, чтобы она глухала, потому что у меня занавески тоже будут глухать. Кстати, в комнате, до сих пор, вот в спале, до сих пор держится вот этот вот приятный такой нежный, тонкий аромат, деликатный. Ну хорошо, приятно, правда, как будто бы вы дезодорировали дом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У меня достироваются шторки, осталось 6 минут, а я тут, знаете, так решила, тюль уже постирался, вообще, это такой тюль, который, знаете, его мокрым не повесишь, влажным не повесишь, он не распрямится, я это точно знаю, это уже испробовано. Поэтому я что сделала? Я уже подготовила утюг, подготовила гладильную доску, и как я сейчас буду гладить? Ну, во-первых, тюль сам по себе полувлажный, поэтому я сейчас буду отпаривать его, знаете, как буду там гладить, и протягиваю вот так по столу сюда, чтобы он не мялся, мне так удобно. У меня система отработана, как нужно с занавесками справляться. Вот, поглажу тюль, вот пока тюль поглажу, у меня эти занавески уже отстираются, шторки, я их быстренько проглажу, все, и сразу повешу. Вот только я не знаю, дальше ли я что-то еще буду успевать или нет, время, видите, как у меня уже 5 минут десятого. И я что успею, то сделаю, на что сил хватит, то и буду делать. Не будем над собой издеваться. Хорошо? Конечно, хорошо. Понимаете? Конечно, понимаете. Продолжение следует... 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 А сейчас я хочу повесить и то, и то на внешнюю штангу. Почему? Я вам скажу. Они же на самом деле не широкие. Понимаете, я когда вешаю тюль, вот мне ширины тюля, причем двух частей, хватает, чтобы просто закрыть окно. То есть они у меня туда не доходят. Так, поэтому я буду сейчас, чтобы не мучиться, потому что каждый раз я поправляла тот тюль, чтобы у меня были вот эти вот красивые стыки, тюли и шторки. Теперь я решила повесить это на одну штангу, на переднюю штангу, смиксую. Я знаю, что у меня это получится, у меня это должно получиться в конце концов. Но чтобы это сделать, мне нужно сначала хотя бы одну шторку погладить. Да, вторая штанга. А вторая штанга у меня будет для декора. Она очень послужит мне удобной такой опорой для гирлянд, которые я буду развешивать. Потому что в прошлом году, например, я развешивала гирлянды, и я мучилась. И я гирлянду пропускала. Они же вот на этих кольцах. Вот через кольца. Это было очень неудобно. А сейчас я буду просто через штангу перематывать гирлянду, через внутреннюю. У меня будет очень красивое окошко. Так, как мне быть? Как мне быть? У меня эта шторка тяжелая. Она тяжелая, мокрая, влажная. Если я буду сейчас так же гладить, как и тюль, и класть туда, тюль будет съеживаться. Я вот думаю, я сейчас этот тюль аккуратненько соберу и отправлю на кровать. Да, я так и сделаю. Все, тюль аккуратненько и ровненько ждет своего часа. Я разложила его здесь. Я могла бы, между прочим, и здесь погладить. Конечно, могла бы и здесь погладить. И занавеску тоже могла бы здесь погладить. Не надо было тюль тащить сюда. Ладно, уже сделала, как сделала. Но я, честно говоря, все время здесь гладила. Ну, потому что я развешивала, я же говорю, на разных штангах у меня не было таких проблем. Я сначала гладила тюль, сразу его вешала на штангу, потом гладила эти занавески, вешала. А сейчас мне нужно смиксовать. Вот, ну, с этим немножко сложновато. Вот это гладить нормально. Ну, просто не так легко, как тюль. Но, опять-таки, почему? Потому что она более влажная. А ждать, развешивать, когда они высохнут. Я не хочу. Время полдесятого. Так что я вас сейчас ставлю на штатив. И давайте включаем музычку. И поехали, 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 поехали. Надо работать. Так, посмотрите, как я их миксую. Вот видите, вот этот конец одной шторки, это начало другой шторки. Я их вот так вот соединяю. Они пройдут вместе. Будут вместе. Теперь я просто вот это вот так начинаю складывать, потому что я так их быстрее одену на штангу. Вот. Сложила. И эту сторону складываю. Вот так. Все, вот так вот собрала гармошкой и пойдем вешать. Смотрите, я сейчас переиграла. Я сначала вам показала, что я буду делать вот так вот. Я просто хочу предупредить, если вы тоже будете заниматься таким же делом, как и я. Таким же сумасшедшим. Я сделала сначала вот так, правильно? Взяла только один внахлёст. Но когда доходишь до последнего края, понимаете, получается, что вот эта штука, она на штанге висит вот так вот. Во внешнюю сторону, сюда. А должна туда. Поэтому мне пришлось вот так вот два внахлёста сделать. Но шла я, конечно, вот отсюда. То есть я сначала завернула вот так, чтобы она смотрела вовнутрь штанги туда. Ну, чтобы это было красиво. Ну, а теперь нормально. Кстати, этот край, конечный край шторки, он тоже будет смотреть вот так вот туда. Ну, в общем, если вы будете делать такое, то рассчитайте. Сначала сделайте это на своей руке. А то я на самом деле не посмотрела, и мне пришлось второй раз туда залазить. Ну, вот, а этот раз я сейчас рассчитаю все правильно. Только надо подумать о том, что мне надо же вешать на другую сторону. Об этом тоже нужно подумать. Ой, а занавески так приятно пахнут. Так приятно пахнут. Это что-то. Так, и здесь два внахлёст пошло. Вот так вот, видите? Вот так. И вот так вот. Сейчас покажу, как там смотрится. Конечно, у меня уже на тюле нет столько фалт. То есть они не так ярко выражены, как были, но всё равно, мне кажется, это удобней. Всё. Видите, как обе части, они будут заходить вовнутрь. Вот. И это, и это. Чем хорошо, чем хороша штанга с такими кольцами, одевается быстро. Это не то, что по одной вот этой вот петельке ты просовываешь. Всё, ладно, я пошла. Это тоже вешать. Конструкцию. Время уже к десяти. Я вот заигралась вот со всеми своими шторками. Субтитры сделал DimaTorzok Вы знаете, я вам никогда не вру, и сейчас я тоже врать не собираюсь. Я начала эти шторки гладить, потом сказала, а-а-а-а, гляну, всё огнём, не хочу. Почему? Потому что когда они влажные, и когда паровой утюг идёт такая сильная сцепка, и они начинают ёрзать на гладильной доске, невозможно гладить. На самом деле невозможно. Это очень трудно. Просто мне просто лень. Мне лень. Но я вам сейчас покажу, какие они во влажном состоянии. То есть их что погладят, что не погладят, это будет одно и то же. Просто у меня же тут сидит вот это вот, ты ж погладила, они уже у тебя висят глаженные. А самое интересное, это разницу увидишь только ты, больше никто её не увидит. Да и даже ты особо не увидишь разницы. Ну, она есть. Ну, она сейчас есть, она сейчас заметна, вдруг она не будет там заметна. Смотрите, она такой пока влажными пятнами, ещё где-то уже просыхает, где-то вот влажными пятнами. Там у меня радиатор, сейчас пойдёт циркуляция воздуха тёплого, они начнут высыхать, всё будет просто отлично. Ну, вот вы видите, что она не глажена. Вот давайте так, положу руку на сердце, неужели это бросается прямо в глаза? Ой, я там фалту не расправила. Сейчас мы поправим. Вот чуть-чуть вот так сюда, чуть-чуть сюда. В общем, как-то так, там надо тоже подправить. Ну, вот смотрите, есть оно, вот есть чуть-чуть, вот видите, вот, вот видите залом, вот он залом. Всё. Вот оно так местами, немножко тут, вот немножко тут, немножко тут такая пошла рябь, видите, вот-вот-вот. Ну, сам материал такой, вот просто посмотрите, видите. Всё. Я нашла себе оправдание. Нормально. Меня лично, например, всё устраивает. А если меня всё устраивает, разве этого недостаточного? У меня занавеска как зебра. Ой, нет, как жирафа. Такая, знаете, пятнами. К утру она будет однотонная. Она ещё, к тому же, обвиснет, всё будет хорошо. Я опять вам врать не буду. Я, на самом деле, всего один раз гладила эти шторки. После самой первой стирки мне удалось их просушить. А вот когда они уже сухие, конечно, я не паровым утюгом проходилась. Да даже и паровым можно, на самом деле, на пару. Но это будет сложнее, потому что они такие бархатистые. А вот если их просто сухим утюгом пройтись по ним, то хорошо. Даже если бы я сейчас по этим влажным шторкам прошла с сухим утюгом, я бы тоже смогла что-то сделать. Но у меня просто осталась влага в утюге, и я уж так махнула рукой. Ну, вот что хочу сказать. Сколько они у меня уже висят? Интересно, год есть? Да, год, да. Вот за год, сколько я их стирала, я всего один раз их только погладила. Да, и то это было после первой стирки. Всё, больше я их не гладила. Ну, нормально, реально, нормально, у меня всё устраивает, мне всё нравится. И потом время 10. Теперь что по поводу времени? Вот что-нибудь голословное, показываю вам часы. Вот они за мной. 10 уже, понимаете? А я как? Я себя люблю. Я если чувствую, что уже всё, я уже не хочу дальше ничего делать, я не буду делать. Я и так много, на самом деле, сделаю. Потому что пока ты снимешь эти шторки, пока ты их постираешь, пока ты их прогладишь, мне хотя бы тюль прогладила, пока окошечко там протёкло, пока сетку помыла. Нормально я сделала для вечера, я считаю. А ещё с камерой туда-сюда ходишь, не знаешь, куда её поставить. Она время отнимает, пока ты выберешь ракурс. Я про что? Я про то, что всё, на сегодня достаточно, не хочу я больше ничего делать. Я сейчас пойду примут душ, я сейчас покроюсь масками, я буду кайфовать. Я возьму вот телефончик, вы мне тут пишите, я пошла вам отвечать, вот, буду общаться с вами. И к тому же у меня есть интересная книжка, которую я читаю, а ещё я так решила, знаете, подтянуть свой школьный английский и университетский английский. Немножко тоже этим делом занялась, вот. Ну, хочется, знаете, как? Тренировать мозги. Это полезно, мозгам полезно. Всё, так что, если вдруг влог закончится на этом месте, значит, я вас всех крепко обнимаю, целую вам крепкого всем здоровья, всех благ, мир вашему дому, вот. А если вдруг у нас будет продолжение, то всё, что я сказала, остаётся в силе. Субтитры создавал DimaTorzok